Как Искатимский район готов к началу паводка? Какие сценарии прогнозируются? Взяты ли на контроль проблемные места? Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям в расширенном составе рассмотрела все варианты до мелочей. Все основные риски перед началом снеготаяния в районе хорошо известны. Подготовиться не допустить затоплений или выйти из ситуации с минимальным потерями. Вот основная задача. Вскрытие рек в Новосибирской области начнется во второй декаде апреля, сроки близкие к норме. В период резкого потепления в марте-апреле при интенсивном снеготаянии возможно подтопление пониженных участков местности, разлив малых рек. Ежегодно повышенное внимание уделяется Легостаевскому соцсовету. При разлитии Берди и реки Ик подтопить может жилые дома. Обзорно возможного подтопления на территории Легостаевского соцсовета попадает 2 на 7 пункта Легостаевного соседового. На Новосибирске у нас 3 улицы и всего 5 домов. В основном это Легостаева, 7 улиц, 12 гектар, 242 человека, 98 домов. Ежегодно в Легостаеве проводят тренировку, разворачивают пункт временного размещения людей, подготавливают все силы и средства, чтобы избежать трагических ситуаций. Что по Легостаеву мы мониторим ситуацию при необходимости. У нас заявка уже есть в центре КО областном. При необходимости они уже знают, оперативно приезжают и занимаемся подрывом льда превентивным. ПВР разворачивается фактически, реально, каждый год. Лодки там действительно есть, мы закупали эти по программе. Подрядные организации на дорогах полным ходом расчищают земельное полотно, а бочины от снега и льда вскрывают водопропускные трубы. Эти работы все должны завершить в срок до 25 марта. Каждая организация одержит на готове технику, инертные материалы на случай подъема талых вод. Большое беспокойство сейчас у меня вызывает Верховеновское направление, где снег еще не сел. Поэтому мы сейчас с понедельника начинаем заниматься полно этими дорогами. Хотя там практически процентов 60 мы уже вскрыли проезжую часть и все водопропускные трубы. Особый надзор за проблемными участками дорог, такими, например, как дорога на поселок Санаторный, где подрядчики еще с осени нарезали водоотводные каналы. И участок дороги Берс-Сосновка, который прошлой весной размывал водой. У нас сейчас там две трубы, одна диаметра в тысяча, вторая в тысяча двести. Ну вот, ну так же мы по осени провели укрепление откосов кутовым камнем. Все максимальные мероприятия были проведены. Постановлением главы района предусмотрено временное ограничение движения транспортных средств на сложных участках дорог в случае достижения критического уровня паводковых вод. Например, на станции Сельская под железнодорожным путепроводом на несколько дней придется перекрыть проезд. Два года подряд там у нас люди глубину как бы не соизмеряя начинают двигаться в данном направлении. И таким образом там же и глохнут, и застревают, и тонут, и полностью заливают машиной водой. Поэтому для того, чтобы таких моментов у нас не наблюдалось, а будет перекрыть данный участок, хотя бы для спада. Продумывайте ситуацию, когда будем перекрывать проезды, сообщить населению, чтобы информировано было население. Чтобы не было сюрпризов там, потом жалоб и прочее. Подытоживая совещание, Юрий Саблин еще раз обратился к главам сельсоветов и подрядам организациям. На протяжении всего паводкового периода держать ситуацию под полным контролем. Итак, прочистили.